Приветствую всех из Южной Кореи, как обычно. Друзья, вы на канале Далекс Авто, я ее ведущий Дмитрий Ли. И мы сегодня находимся на аукционе Гловес. Как обычно, хочу показать вам некоторые автомобили, что почем, так сказать, уйдет сегодня, какие стартовые цены у автомобилей. А также многие спрашивают, показать электромобили. К сожалению, на данный момент их много на аукционах не выходит. Буквально 5-6, максимум 10 бывают выходят, но это большая редкость. И сегодня также их было не очень много. Но покажу вам сегодня эти машины, посмотрим, за сколько они продадутся. Также в Корее наступает сейчас канун Нового года. Будьте внимательны, на следующей неделе некоторые аукционы не будут работать. Я думаю, что мы отснимем сегодняшний аукцион. Возможно, и уже в среду аж появимся на аукционах. Так как понедельник-вторник это праздничные дни, здесь Новый год. Но обязательно посмотрите наш следующий эпизод. Это будет про автомобили Chevrolet в Южной Корее. Нас приглашают в один салон постоянно снять про автомобили Chevrolet. Так, ну все, поехали, покажем машинки. Один из тех автомобилей, которые спрашивали недавно, я не помню кто, честно скажу, но пару комментариев в ютюбе просили показать портеры или бонго, не помню. Ну вот один из них. Грузовых автомобилей электро. Вот, пожалуйста, вам видите голубые номера в Южной Корее. Это означает, что это электромобиль. Знак EV, electric vehicle, по-английски если. Там розеточка, вот видите. Вот один из таких автомобилей. Попробуем сегодня. Давайте я вам быстро покажу, из чего он тут состоит. Это рабочая лошадка, мы видим, но он в неплохом состоянии, в принципе. Если видите, в очень даже неплохом состоянии. Я боюсь, что он может быть довольно дорогим. Электрик. Взаменная батарея, я так понимаю. Так, я не вижу все внутри. Покажу вам вот так, чтобы вы сами посмотрели. Я уже при монтаже только увижу, что там... Ну, вроде я не вижу никаких ржавых деталей, ничего. Машина вроде как новая. И я не знаю, где здесь располагается тепловой насос, если он здесь есть. К сожалению, как бы на Айониках, на Ниро мы сразу его видим при открытии капота. Но здесь вот, да уж. Ну, я предупреждал, что машина у нас лошадка рабочая. На автомате автомобиль, 28 тысяч километров пробег. Имеется монитор, кажется, это не родной. Или родной? Нет, не родной. А потолок... Просто скажу, потолок. Значит, смотрите, 2021 год. Пятый месяц выпуска. Портер Электрик. Работала машинка. Посмотрим, за сколько сегодня продастся эта лошадка рабочая. Пошли дальше, друзья. Посмотрим другие машинки. Так вот, задние, кстати, колпаки тоже у него. Ну, в принципе, это мелочи. Запаска тоже здесь есть. По-моему, даже две есть. Я сейчас не вижу. Потому что телефон нагинаю. Ну-ка, загляньте, все-таки посмотрим тепловой насос. Нет, здесь тоже, кажется, нет у него теплового насоса. Так, пойдем дальше. Один электромобиль. У нас Samsung SM3, кажется, называется. Сейчас посмотрим. Да, SM3. Я замолчал, потому что немножко впервые увидел этот автомобиль. Не могу понять, это, кажется, сами, да, поставили? Или это заводские такие вот у них как жабры? ZI. Не знаю, что бы это значило. Комплектация, возможно. Автомобиль я хорошо не знаю. Сразу скажу. Вообще, впервые, кажется, его вижу. Видел SM6. Вот SM3 именно. Подогрев сидений здесь у нас. Тоже не могу понять, это у них такой завод... Ну да, заводской получается, да. Неудобные ручечки. Ладно, сейчас не обзор автомобиля. Это просто у меня уже на автомате, да, все это происходит. Напишем, за сколько он сегодня продался в итоге. Старт-стоп-кнопочка, смотрите, где находится. Автомобиль не заводится. То, не он замерз, тут батарея у него села. Вставки непонятные тоже. Здесь такой жесткий-жесткий пластик везде. Здесь замерзший пластик. Здесь вот жесткий прям. Так, ну автомобиль бюджетного класса. Кто знает, напишите, пожалуйста, что в Рено, ну или по-корейски в Самсунге, означают кнопки R и O. Интересно. До сих пор не знаю. Никогда не ездил на этой машине. Было бы интересно протестировать, посмотреть вообще, что делают из этих машин. Интересно. Так, ну вот еще один, значит. Посмотрим, за сколько продастся сегодня. Здесь вот он, где подзаряжается. Так, а какой его разъем? Ого! Это не как у Hyundai, не как у Kia. Это что-то чуть-чуть другое. На самом деле. Так, пойдем дальше. Друзья, еще один автомобиль, электромобиль у нас от компании Kia. Автомобиль называется Niro. Этот автомобиль мы уже знаем. Делали на него обзор. Отличный автомобиль. Опять-таки, это работал где-то в какой-то компании. Не знаю, что это за компания. Не первый раз уже вижу, как они скидывают машинки. Давайте посмотрим, что у нас по салону. Так, по опциям самое главное. У нас имеется удержание полосы. Hands-free. Адаптивный круиз-контроль. 104 тысячи километров пробег. Для электромобиля. Электромобиля. Мы такие электромобили не советуем уже брать. Но просто покажем и цену. За сколько она уйдет. Так, ну сейчас не обзор автомобиля. Обзор опции посмотрим. Смотрите. У нас имеется автохолд, электроручник, драйв-мод, подогрев рулевого колеса, подогрева трехступенчатых сидений, а также вентиляция сидений. Здесь у нас шторка. Ух ты. Нет, все нормально. Не волнуйтесь. Очень поцарапано. Имеется также подлокотник у этого автомобиля. Для тем, кому интересно, этот автомобиль у нас немножко больше, нежели чем Hyundai Kona. Рулится интереснее, однако идет немножко по взбития. В принципе, на первый взгляд у автомобиля повреждений каких-либо незаметно. Но когда берем электромобиль, обязательно, обязательно, обязательно проверяем батарею. Батареи очень дорогие к замене. Поэтому лучше сразу смотреть и проверять всеми диагностическими аппаратами. Какие у нас компании, кстати, имеются. Поэтому обращайтесь и хотите взять такой вот электромобиль. Посмотрим, за сколько он сегодня продастся, если продастся. Пошли дальше. Думаю, что будет примерно в таком же диапазоне по пробегу. Сейчас посмотрим. Давайте. Также компания это продает с беслучевым доступом. Да, все верно. По опциям это то же самое, что и на том автомобиле 110 тысяч километров пробег. Значит, посмотрим, какая будет цена. По-моему, эти автомобили уже здесь стоят не одну неделю. Никто их не покупает, потому что прекрасно понимает, что вот с батареей за 100 тысяч километров к сожалению, там уже непонятно, что будет с батареей, поэтому есть, конечно, случаи, которые нам говорили, что вот мы ездили больше 100 тысяч километров, но это понятное дело, что она может и 200 проедет, но в общем-то все прекрасно понимают, что батарея, ресурс батареи намного меньше. Посмотрим, за сколько и этот продастся. Траверс у нас так и стоит, я за ним все наблюдаю, наблюдаю, никто его не покупает. Сейчас этот автомобиль будет презентован буквально вчера, а вот сейчас на днях он будет презентован, уже новое. Честно скажу, я не слежу так вот прям за Chevrolet, но то ли новое поколение, то ли рестайлинг сейчас уже вот-вот выходит. Нам уже присылали тоже на него приглашение, я не знаю, мы поедем или нет, в связи с тем, что коронавирус сейчас снова у нас. Вы, наверное, уже устали слышать в моих роликах об этом. Так, давайте дальше. Еще один такой же автомобиль, посмотрим, за сколько сегодня продастся, если продастся. Все они стоят, я думаю, тоже ресурс примерно 100 тысяч километров и вот еще одна, еще один такой же машина от этой компании, в смысле. Извиняюсь, в маске дышать тяжело, поэтому. Так, значит, да, то же самое, у нас 100 тысяч ровно пробег, ну, 100 тысяч, а одна получается. Это у нас 18-й год, Kia Niro, электромобиль, смотрим, за сколько они продадут сегодня. Тот же Traverse. еще раз заглянем, давайте быстренько, самому любопытно вспомнить, что тут у нас было, так как, да всякий случай, если вдруг поедем на эту презентацию показывать вам, заодно заглянем, что у нас вообще было в старой Traverse, так сказать, Traverse, как по-русски называется, два люка, громадный автомобиль. Так, пойдем дальше. Ну, а теперь из рубрики что почем, давайте просто пробежимся, посмотрим, больше электромобилей нет на сегодняшнем аукционе, поэтому давайте просто пробежимся, посмотрим, что почем. вот это вот новая машинка, которая вышла, мы видим, что здесь еще старый логотип был использован, не плоский, я так, да, это спорт-обвес, диски, мы будем, видим спорта у него, Genesis там, и усиленные, и спорт-обвес, мы видим очень много хромированной решетки, точнее снизу, это пластиковая, так, ну, в любом случае, давайте посмотрим, за сколько это автомобиль сегодня продастся, 65 миллионов 15 тысяч вон стартовая цена, у него 2,5, бензин, переднеприводный, если не ошибаюсь, они у нас, по-моему, переднеприводный, я уже начинаю путаться, потому что, столько машин проходит, вот этот, 2000 километров пробег, 21 год, техническая, у него до 25 года, спустя техосмотр, бежевый, ну, очень шикарный салон, какая красивая комбинация по цветам, кстати, такой, знаете, серенький, и бежевый, просто, просто шикарный, красиво смотрится, кожа на по, все понятно, алькантара, какая дорогая, ну, салон, я думаю, эту машину вы уже видели, 2000 километров пробег, посмотрим, за сколько она сегодня продастся, подлокотник, посмотрите, какой массивный, зарядочка у нас здесь, я почему все-таки рассматриваю, знаете, потому что бывают какие-то новые опции, посмотреть, так как у нас заднеприводные получается, получается, заднеприводные, шторочка здесь, вот, так, идем дальше, из рубрики, что почем, давайте посмотрим, за сколько будет продаваться автомобили, такие как, сейчас покажу, да, мы давно не смотрели вот этот автомобиль, например, Сорентос, вот они друг против друга стоят, на одинаковых, кстати, дисках, интересно, год, думаю, тоже примерно одинаковый, давайте посмотрим, почем они сегодня продадутся, этот у нас 33 миллиона 600 тысяч вон, стартовая цена, для тех, кто не понимает, я озвучиваю стартовую цену, но мы прописываем все цены в долларах, внизу смотрите, 28 тысяч километров пробег, полностью целая машина, силовые, все без покрасов, дизельный 2.2, это 2.2, полноприводный, это топовая комплектация, давайте посмотрим, что в ней есть, память сидений, удержание полосы, электропривод на багажнике, на ручке, на двери багажника, удержание полосы и мониторных слепых зон, 28 тысяч километров пробег, вообще маленький пробег, адаптивный круиз-контроль, камеры здесь, а, есть камеры 360, шторки нет, да-да, а, шторки есть, шторки тоже есть, ну, в общем, это топовая, кроме нет, панорамной крыши, посмотрим, за сколько сегодня продастся данный автомобиль, если продастся, по состоянию салона, как видите, все довольно неплохо, химчистить нужно, обязательно, если для себя, конечно, так, электропривод багажника, ой, не разденеть, нет, не задел, что-то он здесь как-то громко работает, его что, меняли здесь, вроде как, вроде как нет, болты все целые, так, друзья, напоминаю, что на YouTube-канале, вы смотрите контент, который мы снимаем, для канала, если же вы хотите подробный осмотр автомобиля, то, обращайтесь к нам в Telegram-канал, также, более, для более детальной, и подробной информации, о покупке автомобиля из Южной Кореи, тоже, пожалуйста, обращайтесь в Telegram-канал, почему, потому что я не успеваю физически всем отвечать, итак, этот у нас 18 миллионов, 150 тысяч вон стартовая цена, тоже по агрегатам полностью целый автомобиль, но он у нас двухлитровый, тоже мастер, комплектация, тоже рестайлинг занял, пятиместный, здесь нет у нас, нет, это не топовое, прошу прощения, хоть и мастерство, здесь нет у нас памяти, сидений, подогревы, все есть, вентиляция, дак адаптивный, все есть, в принципе, но нет памяти сидений, и нет электропривода, на крышке багажника, придется вот так рукой открывать, по салону, смотрим, за сколько продастся, мы же обязательно пишем, а то постоянно снимаем с Santa Fe, забываем про Sorento, сегодня, давайте Sorento, мониторим, ну, сами понимаете, автомобилей очень много, все подряд снимать не могу, давайте просто посмотрим, некоторые интересные лоты, вот я смотрю, в неплохом состоянии, сразу вижу, у меня уже чувство, вырабатывалось, вижу, что в неплохом состоянии машинка, посмотрим, потом аукционного листа нет, посмотрим состояние, да, все верно, она, ухожен, да, вот, сзади даже, посмотрите, пленочку оставили, специально на деле, для эффекта, 19-й год автомобиля, у нас, у нас, у нас, у нас и, 11-й километров пробег, но это новая машина, сразу понятно, по кузову видно, так, значит, из опции у нас здесь, автодверь, заднего ряда, в смысле, трехступенчатая вентиляция, подогрева сидений, рулевое колесо подогревается, памяти сидений, нет, люков нет, но машина, кажется, в хорошем, очень, состоянии, посмотрим, за сколько она продаст сегодня, и, напишем, скольки местный автомобиль, обязательно, хорошие диски, целые все, резина на 19, порог поставили, хорошенькая, так, пошли дальше, также из рубрики, что почем, давайте посмотрим, за сколько продастся, еще один, довольно популярный автомобиль, в Российской Федерации, сейчас набирает, большие обороты популярности, этот автомобиль, часто про него спрашивают, звонят, недавно, вот с Украины, тоже позвонили, спросили про эту машину, именно, как она едет, я скидывал свой обзор, статова цена, у этого автомобиля, 34 миллиона 800 тысяч вон, комплектация у нас здесь, эксклюзив, то есть, это самая первая комплектация, в линейке, полностью по агрегатам, целый автомобиль у нас, 22 тысячи километров пробег, 3,8 бензин, это довольно, агрессивный, такой, двигатель, для тех, кто любит, именно, поездить, а не просто передвигаться, машина закрыта, почему-то, кто-то закрыл ее, так, ну, это не замысловатая комплектация, но, в принципе, в палисаде, даже в простой комплектации, уже, есть, хорошие функции, здесь у нас видеорегистратор, продается вместе, к сожалению, отсвечивает, да, ничего не видно, вот еще один такой же, стоит палисад, так, здесь у нас, мы видим три лампы, значит, это у нас уже комплектация будет, повыше, это уже вторая, престиж, мы видим, что у нее тоже, по агрегатам, все целое, по кузову все целое, 39 миллионов 150 тысяч вон, стартовая цена, 19-й год, эти машины немножко подорожали, подорожали все кроссоверы, буквально немножко, вот в таком сегменте, ну, это мы, думаю, ожидали, вы знаете, что вышли уже новые машины, Кианиру и так далее, они тоже, уже вышли с новой ценовой политикой, сейчас выйдет рестайлинг, палисада тоже с новой ценовой политикой, не понял, кто-то, по-моему, доустановил сюда, новый логотип Киа, потому что это Киа Моллинг, да, вы видите, старый, старый логотип, кто-то посмеялся, и подставлено 18-го года, новый логотип от Киа, это очень мило, конечно, но на данный момент, 18-го года, логотипы были еще круглые, а новый логотип Киа вышел, вот в прошлом году, по-моему, в 2021, поэтому вы купили сразу, идем дальше, так, электромобилей больше нет, к сожалению, я уже все показал, давайте просто посмотрим, из рубрики, что почем, карнивал, популярный автомобиль, тоже в России, часто спрашивают, давайте, примерно, посмотрим, с чего он тут состоит, у нас, еще один карнивал, имеется, как-то, царапина по двери задней, посмотрите здесь, посмотрим, в каком состоянии, и за сколько в таком состоянии, фонарь может продаст, генетина здесь, по заднему крылу, деформация кузова имеется, задний фонарик целый, бампер целый, парктроники имеются, новые номера на нем стоят, так, ну, в принципе, все по кузову, некоторые люди спрашивают, авто двери здесь нет, некоторые люди спрашивают, если с небольшими повреждениями, автомобиль покупать, намного ли они дешевле, этот автомобиль у нас рабочий, как вы видите, он использовался, эксплуатировался, именно по рабочим нуждам, что-то возили, пластик весь зацарапали сзади, в таком состоянии, комплектация у нас, здесь простая, но имеется, безключевой доступ к автомобилю, имеются подогревы и вентиляции, подогревы у обоих пассажиров, вентиляция только у водителя, и обогрев рулевого колеса, hands-free, и вот такой вот автомобиль у нас, можно приобрести, за начальная цена, 11 миллионов 500 тысяч вон, посмотрим, сколько он продастся, все замены фонарей, тоже задних, ну, в общем-то, все замены указаны, все деформации и повреждения, также указаны, 165 тысяч километров пробег, у данного автомобиля, дизельный 2,2, посмотрим, за сколько продастся, рубрики, ну, совсем разбитых машин, и прокуренных, у нас сегодня, автомобиль, Hyundai, Avant, ну, или Elantra, 1,6, комплектация Smart, 1,6, бензиновый, этот вариант у нас, 279 тысяч километров пробег, почти 300 тысяч километров пробег, в общем, вкруг крашеная машина, замена багажника, и задних фонарей, и стартовая цена этого автомобиля, внимание, 4 миллиона, вон, в Южной Корее, на аукционе, продастся она, посмотрим, за сколько сегодня, имеется подогрев рулевого колеса, и подогревы сидений, все запахи, комплимент, от бывшего владельца, ох, полностью прокурена машина, не знаю, как так можно ездить, значит, сзади ездили собаки какие-то, или что, или кошки, непонятно, смотрите, как кузов целый, замена крышки багажника была, я думал, был удар, и замена фонарей была, но багажник целый у нас, да, удара не было, ничего такого, по кузову, видать, не досталось, смотрю, снизу, я не вижу, правда, ничего не видно, надо там смотреть, я не вижу, во время редакции, редакции уже посмотрю, так, поехали дальше, так, ну, в принципе, думаю, что на сегодня уже все, друзья, все машины показать, к сожалению, не получится, как видите, очень много на аукционе, автомобилей, Kia Moring, за них тоже очень много спрашивает, вот этот вот, в таком состоянии, посмотрим, в принципе, целый по ходовой части, видим, что целый по кузову, 7 миллионов 900 тысяч, вон, стартовая цена, это у нас 18-й год, 25 тысяч километров пробег, состояние, в принципе, среднее, удовлетворительное, в неплохом состоянии, в принципе, почему бы и нет, можно такой купить, а вот еще один, ну, в общем-то, как я и говорил, все, к сожалению, показать автомобиль не получится, поэтому давайте, на сегодняшний день, остановимся на этом, с наступающим всех Новым Годом, по-корейскому, ну, напоследок, напишем вам цены, Мохаве, за сколько продался, и еще один по лесу, за сколько они продадутся, тоже напишем, все, всем не хворать, смотрите наш канал дальше, спасибо за то, что смотрите, и до скорых встреч в эфире, и до скорых встреч в эфире.